Всем привет, меня зовут Джерита. В последнее время в интернете все чаще поднимается тема постепенного вытеснения игровых консолей и мобильными телефонами на базе iOS и Android. Поэтому я решил посмотреть, что же может предоставить Android любителям файзинга. Ведь на платформах вроде PSP или DS десятки игр этого популярного и многими любимого жанра. И первой мы посмотрим игру, посвященную мастеру восточных единоборств Брюсу Ли. Изначально Брюс Ли Dragon Warrior был выпущен эксклюзивом для Xperia Play, но на данный момент игра запускается на большинстве устройств, использующих Snapdragon. Проект является клоном всем известной серии Tekken и полностью повторяет ее механику, но с рядом упрощений. Игра берет резвость старта и начинает разогревать нас режимом обучения, где китайский старик с бородой, это обязательный персонаж в любом файтинге, обучает нас боевым искусством. У вороты, блокирования, контратаки и классические связки. И вот мы уже готовы к более серьезным вещам, вроде 10 хитовых комбо и джагглов, но обучение заканчивается. Списав это на недостаточно проработанный обучающий режим, открываем список приемов и обнаруживаем, что в обучении нам показали все. Комбо практически отсутствует, специальных приемов всего несколько, в общем, небогатый арсенал для любителя файтингов. Но, тем не менее, даже с таким скудным набором приемов разработчики смогли создать довольно интересную игру. Имеется режим истории, классический аркадный режим, а также бои на время и на выживание. История особого интереса не представляет, кампания довольно скучная и однообразная, а сюжет, подаваемый с помощью комиксов, не способен задержать надолго. Проходить кампанию стоит только для открытия новых персонажей. Основа любого файтинга это все-таки аркадный режим. Набор бойцов довольно обширен, хотя разница между ними чисто визуальная. Также в наличии неплохой набор красивых арен. Бойцы прекрасно детализированы и анимированы, и бои смотрятся очень красиво. Полностью трехмерные арены также заслуживают всяческих похвал. Геймплей, несмотря на простоту механики, сильно затягивает. Просто давить на кнопки в игре не получится. Приходится думать, вовремя блокировать, планировать атаки и контратаковать. А также грамотно расходовать энергию для проведения спецприемов. В целом игра получилась довольно неплохой, но из-за ряда досадных упрощений она вряд ли заставит любителя файтингов расстаться со своей PSP. Ощущение можно сравнить с просмотром фильма, не прошедшего стадию постпродакшена. Вроде все и задумано прекрасно, и смотреть в общем-то интересно, но актеров летающих на тросах не заметить невозможно. Попробовать проект однозначно стоит, особенно владельцы на телефонах Xperia Play, ведь эта игра изначально предустановлена на телефоне. Далее мы посмотрим игру Fight Game Heroes для Xperia Play. Ближайший аналог Fight Game это некогда популярная консольная серия Dev Jam. Практически все было позаимствовано именно оттуда. Все арены выполнены в урбанистическом ключе, станции метро и городские подворотни, вот на что нам предстоит любоваться всю игру. Выполнены они достаточно красиво, но быстро приедаются за свои однообразности. Геймплей предельно прост, наборы с парочкой комбо для каждого бойца и уникальный захват, вот в общем-то и все. Подмог противника с помощью захвата можно использовать окружение, это основная фишка игры. На каждом уровне есть набор предметов, в которые можно приложить противника, но набор тут весьма скудный, как в общем и анимация прикладывания. Печатываете вы противника в трансформаторную будку или в какой-то шкафчик, выглядеть это будет абсолютно одинаково. Также, в отличие от Брюс Ли, бой происходит в двух близкостях на манер стритфайтер. Набор бойцов весьма разнообразен, но они опять же отличаются только визуально. Зато детализация не подвела, степень проработки почти не уступает Брюс Ли, разве что лицевой анимации нету. Хотя кому она особо нужна в файтингах? И последним у нас в списке идет порт Стритфайтер 4. Эта игра, пожалуй, единственная на андроид, имеет право называться файтингом. От консольных версий ее отличает немного упрощенная графика, а также меньший набор бойцов. Геймплей перенесен максимально точно, но из-за управления им довольно трудно насладиться. Виртуальный стик тактильно не ощущается, и большинство приемов возможно сделать только по чистой случайности. И если за Рю играть еще можно, то допустим за Зангиева игра превращается в пытку, а у него, чтобы выполнить некоторые приемы, приходится букву Z стиком вычерчивать. А уж о суперкомбо и вовсе лучше умолчать. Можно, конечно, включить виртуального помощника, но с ним игра превращается в незамысловатую аркаду. Несомненным минусом также является то, что игру выпустили только для телефонов с разрешением экрана 1280 на 720 пикселей. Версия для остальных разрешения неофициальная, и потому смотрится неопрятно и нещадно тормозит. Но даже несмотря на все недостатки, Стритфайтер 4 это определенно лучший файтинг на нашей платформе. Геймплей в игре действительно очень сильный, а к неудобному управлению в принципе можно привыкнуть. Подводя итог, я вынужден признать, что любителю файтингов Android действительно ничего не может предложить. Брюсли и файтгейм слишком просты, а Стритфайтер 4 сильно проигрывает версии для портатива 3DS. И в графике, и в звуке, и в управлении, и в общем во всем. Причин отсутствия хороших файтингов на Android много. Это и слишком разнообразное железо, и нежелание пользователей платить, а теперь еще и маркетинг. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Джеррика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok